Привет, друзья! Вы на канале Кая БТСА. Сегодня у нас зреет такой экспромт-выпуск. Я попал на тренировку к одним интересным людям. Интересные люди предложили потренироваться с фортом 2103, который у них находится... Да, это дети Детской Федерации пулевой стрельбы, вы угадали. Находится у них в распоряжении. Мы сегодня с него подставляем. Сегодня тренировка будет очень интересная. Тренировка будет в условиях ограниченной видимости. То есть вся стрельба будет проходить в условиях ограниченной видимости. Вот так вот действительно дети тренируются. Вот специально в специальных местах в Дворце Пионеров. У нас есть специально обустроена комната для детей, в которой они учатся стрелять со света в тень, на свет и так далее. Вот сегодня мы эту тренировку проведем с этими ребятами при использовании форта 2103. Когда-то у нас он был на тесте, я снимал ролик, называлось оружие спецназа по-винецки. Спорные ощущения оставил этот пистолет. Мне очень не понравился вот этот рычаг сброса затворной задержки. В целом он достаточно мягко, скажем, работал и достаточно контролируемо стрелял, но с тем же хотелось бы сейчас вспомнить и как это все будет стрелять, как это все будет работать и какое-то ощущение сказать от этого пистолета и от этих прицельных приспособлений. Напомню, просто сегодня как раз такое занятие. Здесь пистолет оснащен целиком и мушкой с светящимися точками. Я вообще слабо верю в то, что не будут светиться эти точки, честно. Но тем не менее попробуем, посмотрим, как это будет работать. Ну что же, чего говорить? Погнали стрелять, погнали бомбить. Вперед! Очень интересное упражнение. Сейчас будем стрелять. Сегодня день у нас такой посвящен обучению стрельбе в условиях плохой видимости, в условиях темных комнат, перепада светотений. Вот сейчас на этом упражнении у нас есть раз, два, три, шесть мишеней. В каждую стреляем по два выстрела с разной дистанцией. Часть мишени видна с, скажем, определенным преломлением источника света. Часть мишени вообще находится в темноте. Часть мишени находится в освещенном таком участке. Наша задача сейчас попробовать стрелять в этих условиях с учетом штатных прицельных приспособлений. Ну, как я уже сказал в начале нашего видео, у меня в руках Ford 2103. Сегодня вся тренировка с него проводится. И вот, скажем, уже сделаем какие-то выводы, как правильно целиться в условиях плохой видимости, в условиях смены скоростей прицеливания и разрыва дистанции. Ну, попробуем. Сейчас, патрончик. Оп. Пошли смотреть. Первое, первое. Раз, два. Тут видно хорошо. Раз, два. Это еще было более-менее видно. Следующие мишени смотрим. Раз, два. Это темные мишени. Следующие мишени тоже темные. Раз, два. А здесь уже проблема была ощутимая. Вот. Когда я сцелился в темноте, практически не видя цели камушку. Потом пришлось совмещать. И уже тратим большую часть времени на прицеление. Уже можно было стрелять. Короче, вывод таков. В темноте стрелять очень сложно на самом-то деле. И главный момент, который надо сделать, это споймать мушку. Вот. Споймать мушку. То есть, при переносе огня с ближней на дальнюю, особенно при стрельбе дальней, мы должны четко видеть мушку. Видим мушку. Все-все хорошо. Итого, если мы, к примеру, говорим о замене штатных прицельных приспособлений на что-то такое более внятное, то хотя бы надо сменить мушку на светящуюся точку. Хотя бы. Стреляем дальше. Тоже интересное упражнение. Стартуем с открытого источника света. То есть, глаз не успеет перестроиться. Стреляем две затемненных мишени и две осветленных мишени. Одна закрыта наполовину штрафной. И вот, собственно, сразу результат. Зрение восстановилось уже на последний. Здесь было крайне, вот, я ощутил этот момент, старался бить в голову, но вышло, как вышло. Тут у нас раз-два. Тут у нас руками, ну, руками, можно свет. Руками вот они. Вот, блин, сюда чуть-чуть. Вот они, раз-два. Блядь. Короче, раз-два. Суть в чем? Суть в том, что руками можно, получается, с таких дистанций угадывать. Да, с руками можно с таких дистанций угадывать. А вот если уже пытаться переводить куда-то что-то на более такие сложные мишени огонь, уже, как бы, это сделать нереально. Ну, надо было проверить. То есть, вывод. Вот эта подсветка, третевая, или какая она там, она на самом-то деле работает очень слабо. Вот если говорить о скоростной стрипе. Если мы встали спокойно, прицелились, боковым зрением увидели, вывели этот подсвеченный мушку, посадили на подсвеченный царик, это работает. Но в таком интенсиве бомбить, вот эти прицельные приспособления, не конкретно этого форта, я, сейчас, кстати, он неплохо себя показывает, я искренне хочу сказать, что он стреляет в мягче Глок, а пока мой Глок пока на две недели мне не доступен, то я буду стрелять с этого пистолета. То хочу сказать, что эта штука, к сожалению, работает очень условно. Вот это такой миф, который популярен среди стрелков, касательно подсвечивающего в цели камушки, он, на мой взгляд, кажется, сегодня потерпел крах. Уже ради интереса стрелем с этого пистолета под конец тренировки на 25 метров. Вот, как он себя покажет. Посмотрим, посмотрим. Нормально себя показал. Хули. Неожиданно. Ну, не знаю, так вышло. Идет случайно. В общем, друзья, отстреляли мы тренировку из этого пистолета, отстреляли в разных режимах, суммарно я стрелил с него 150 патронов за тренировку, в разных режимах, в разных условиях, на разной скорости. Сразу хочу сказать, пистолет мне в целом, если говорить в целом, как бы, да, о впечатлении о пистолете, он мне даже понравился. Вот, я очень тогда, скажем, критиковал его за некоторые моменты, особенно за эту, ну, рычаг за творческой задержкой. Вот, если ее не пользоваться, то, в принципе, все нормально. Если ее пользоваться, то, конечно, она начинает раздражать. В целом, в остальном, если говорить конкретно о пистолете, достаточно внятые прицельные приспособления. Раз. Очень контролируемая датчик по сравнению с Глоком. Я в последнее время стрелял с Глоком, там, каких-то несколько месяцев. Честно говоря, Глок хороший пистолет, но, ну, как бы, уже привыкая к его отдаче, понимаешь, что отдача у этого пистолета мягче. Я не скажу, что она меньше, она мягче. Он более контролируемый на сплитах, он более контролируемый при стрельбе с дистанцией. Здесь более такие четкие, вот эти прицельные приспособления. Потому что у Глока, мы помним, какие прицельные приспособления. Здесь более классические, как бы, более такие простые. УСМ, ну, вот у СМ отдельный разговор. Вот этот, особенно, если мы стреляем самовзводом, огромный, такой провальный ПМовский спуск. Это, это дичь. Ну, ну, как мы такое могли сделать? И, причем, он очень неплох, когда мы стреляем уже со взведенным курком. То есть, ход спускового крючка достаточно маленький, четкий, прогнозируемый. И, я бы сказал, такой, выше среднего. Вот, ну, по качеству, по ощущениям, выше среднего. Четкие две ступени, четкий срыв, без больших усилий, лучше, чем штатный Глок. Но, конечно, это не ЧЗ Шадуга. Ну, понимаю, почему. Вообще, у ребят этот пистолет настрелял уже, уже изрядно. Дети любят стрелять, потому, у детей настрелял этот пистолет уже изрядно. гордая надпись «Увага, читайте инструкцию перед ее коррестанием». А, то есть, вот так нельзя делать, да? Или можно? Он уже настрелял изрядно. По большому насчету, как оказалось, поломок у этого пистолета не было. Пока. Пока. Пока мы к нему наше шалоливо-рученки не добрались. Как и говорил, я попытаюсь какое-то время с него пострелять, пока не получу Глок назад. И, вот, попробуем уже какие-то сделать заключения после определенных тестовых испытаний. В остальном, мы помним, что это классическая вот схема ЧЗ-75. Тот же угол наклона рукояти, те же спусковые, те же органы управления, та же прицельная линия, тот же баланс очень похож. Ну, баланс я вру, чуть-чуть не тот же, потому что пластиковая рамка достаточно легкая и баланс смещен в сторону, вот, ну, сейчас покажу вам, как это попытаюсь показать. Вот, сюда впереди смещен баланс. Потому, вот, может быть, он потому и контролирует. Но если его сравнивать по темпу стрельбы, ну, не по темпу стрельбы, по отдаче с фортом 14, у детей тоже есть фор 14, в 9 на 19, в 9 на 18, прошу прощения, у этого пистолета отдача такая, более длинная. У 9 на 18, она сухая, короткая, очень контролируемая, кстати, реально более контролируемая, чем 9 на 19. У 9 на 19, она длинная. Соответственно, момент возврата линий прицеливания на ось, вот, на зрительную ось, она здесь немножко больше, вот это время возврата, там, на доли секунды, но это ощутимо, когда вы стреляете с плитом. Раньше я говорил, что у форта 14 жестче отдача, не совсем так, я просто чуть-чуть больше, сейчас интенсивнее настрелял с пистолета, и скажу, все-таки меньше. Попробовал Глок, Чезеты, попробовал Ругеры, попробовал Джариха, и вот, еще какую-то целую кучу, еще раз, а, 45 калибр, недавно пробовал, стрелял. Все это круто, конечно, но у 9 на 19, все-таки отдача больше, чем у 9 на 18. Теперь дальше, что мы, вот мы сегодня стреляли в условиях такой, слабой освещенности, моменты, это все не работает, вот просто не работает, эти точки не светятся, хотя здесь, я верю в том, что здесь какое-то третьевое там волокно, или что там, не волокно, это какие-то фосфорные точки, ни фига, когда мы стреляем на большой скорости, а мы помним, недавно буквально там было задержание какой-то из спецназа, задерживал, задерживал какого-то грузина, они его застрелили, он оказал вооруженное сопротивление, стреляя из пистолета, вот там на кадрах тех, очень четко видно, в каком темпе, бывает ведут, спецназ, который как бы пользуется такими вещами, который реально применяет эти пистолеты, но мы же понимаем, что все, что там светит, этот травмат по алкашам и наркоманам, применять, там можно, в принципе, пользоваться этими точками, и мы успеем даже прицелиться и выстрелить, а когда вот вопрос жизни и смерти, стрельба ведется на максимальных скоростях, эти точки не видно, мы их просто не видим, мы в них не смотрим, мы стреляем исключительно, пытаемся ловить в прорези цельника, мушки, пытаемся ловить мушку и нажимаем на спуск, никаких точек там нет, я не знаю, что может помочь, возможно, было бы, конечно, решение, нафиг этот цель убрать, поставить коллиматорный прицел, но это дорого, у детей денег на коллиматорный прицел нет, и так еле-еле на патроны собирать, потому, потому, господа, для того, чтобы стрелять хорошо в темноте, это отдельный вывод, надо просто много стрелять, стрелять руками, стрелять отсюда, вы видели мое видео предыдущее, где я стрелял отсюда, не, но в темноте эти вещи не работают, даже в условиях какой-то такой слабой-слабой освещенности эти вещи тоже, тоже, как бы, эти три тимушки не работают, отсюда вывод, нам должно помочь в таких моментах или ЛЦУ, или коллиматорный прицел, или фонарь, или несколько таких ребят с такими фонарями и ЛЦУ, если согласны, не согласны, обязательно комментируйте, обязательно хейтите, обязательно высказывайте авторитетное мнение, я понимаю, сейчас все школьники уже наконец-то вернулись от бабушек, дедушек из сел и уже селись за компьютеры, обязательно должны что-то сказать важное, особенно о моем языке, о моем, о моих шутках о цыганях, ладно, это мы вырежем, в общем, комментируйте, поджигаем пердаки, валим, стреляем, подписываемся, ставим колокольчик, пока!